Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня не видео урок, просто я пришла в теплицу полить свои петунии. Хочу вам показать, как выглядят нынешние посевы и прошлогодние петунии, которые я осенью черенковала и хранила в подвале. Вот эти вот, которые буйные растения, это все нынешние посевы. Они разных сроков выглядят, немножко по-разному, но их видно, все они молоденькие такие. Вот это вот более ранний посев, они такие покрупнее. Вот это, вот там вот видите в ящичке, там более поздний посев, я их недавно только разложила по стаканчикам. Но все они все равно по внешнему виду, вот тоже более поздний. Видно, что это молодые растеница. Вот прошлогодние. Конечно, они превосходят нынешний посев. Они уже все почти собрались цвести. Они такие, как мощные у них такие, и листья, видно взрослые, и сами они. Видно, что это взрослые растения. И, конечно, они зацветут раньше, и они выглядят не такими, как те нежненькие. Некоторые черенки, срезанные с этих растений, с прошлогодних, уже видите, даже расцветают. Вот расцветает черенок, вот расцветает. Вот, как из этого можно увидеть, что все-таки черенками проще и, как можно раньше, получить взрослое цветущее растение петунию. Так что, если кто-то ни разу не черенковал осенью, обрезайте. Я все это буду показывать, сама буду делать. Если у кого есть, где хранить в подвале, очень легко. Вот, пожалуйста. Ничего не делала, осенью поставила стакан, поставила в подвал. Сейчас вынула готовые растения. Ни семян, ни места на подоконнике не занимает. Черенкование очень удобный способ выращивания петунии. Ну, конечно, для того, чтобы развести много новых сортов, у меня вот здесь 3 или 4, даже 5 новых сортов уже нынче, нужно начать все-таки с семечка. Посадишь семечкой, вырастешь, а потом уже осенью можно обрезать. Все, это маленький видеоролик, на котором я показала, вот, которые семенами посеяны, и вот, которые черенками, вот они. Они все хороши, но черенки будут немного пораньше. Все, до свидания.